Уважаемые студенты третьего курса, мы продолжаем изучение дисциплины под названием вспомогательные исторические дисциплины и мы продолжаем изучение второй большой важной темы этого курса под названием историческая метрология. На прошлом занятии мы говорили о том, что такое историческая метрология, что такое метрология в целом и говорили о неопределенных мерах, которые существовали в древности. Сегодня мы продолжим разговор об исторической метрологии и поговорим более подробно о том, что такое это за наука и о том, какие меры длины, объема, веса применялись в древнем мире и средних веках до введения метрической системы. То есть наша задача на сегодня это дойти до вопроса внедрения метрической системы мер и ее повсеместное использование. Об этом мы уже будем говорить на следующей лекции. Такова основная цель нашего сегодняшнего занятия. Литература по теме та же, что и на прошлой лекции. Список ее подробно приведен в вашем силабусе по второй теме по исторической метрологии. Итак, в прошлый раз я вам сказал о том, что метрология это наука о весах и мерах. Это очень короткое определение, но оно не единственное и есть еще несколько очень таких весомых значимых определений. Допустим, метрология это не только наука о весах и мерах, это также и система мер и весов. А еще это наука об измерениях, методах достижения их единства и требуемой точности. Наряду с метрологией мы с вами, конечно, гораздо больше внимания уделим исторической метрологии, вспомогательной исторической дисциплине, предметом изучения которой являются применявшиеся в прошлом отдельные единицы измерения, длины, площади, объема, массы и так далее, системы таких единиц, измерительные инструменты и приемы измерения. Существует Международная комиссия по исторической метрологии. Эта наука относительно молодая и Международные конгрессы по этой дисциплине начали проводиться только с 1975 года. Ну и несколько штрихов по поводу возникновения метрологии как науки. Надо сказать, что возникновение метрологии связывают с XVI веком, то есть относят обычно к XVI веку. Это было время, когда она выделилась как отдельная дисциплина. И, как правило, возникновение метрологии как самостоятельной научной дисциплины связывается именами двух выдающихся ученых того времени. Жозефа Жюста Скаллигера, который жил в 1540-1609 годах, но особенно с именем Георга Агриколы. Годы жизни 1494-1555. Так вот, именно Агрикола написал знаменитое сочинение, которое называлось «Пять книг о мерах и весах древних римлян и греков». Еще раз. «Пять книг о мерах и весах римлян и греков». Сочинение было опубликовано в 1550 году. И выход этой книги и считается, так сказать, что именно это событие положило начало исторической метрологии. Теперь мы поговорим о том, что в средневековой Англии исходной единицей землевладения была «гайда». Это английский термин, «хайден» с английского. Это можно перевести как «домашний» или «член домохозяйства». Это земельная площадь, достаточная для прокормления в течение года одной крестьянской семьи. По тем временам, я думаю, это не меньше 5-6 человек. «Гайда» делилась на несколько «вергат», то есть на более мелкие участки. Их могло быть 2, 3, 4, 5, 6. В общем-то, «гайда» более крупное образование делится на несколько более мелких «вергат». Слово «вергата» происходит от латинского термина «вирга» в переводе «лоза». В свою очередь, вот эти более мелкие «вергаты» делились на 2, или в некоторых случаях 3 «боваты». Слово «бовата» термин происходит от латинского «бос», «бык». Это участок земли, который «бык» мог вспахать в течение сельскохозяйственного сезона. Или одного года, но минус те месяцы, в которые сельскохозяйственные работы не производились. То есть, скорее всего, сельскохозяйственного сезона, с весны до осени. Затем уже были введены «акры». Число «акров» в гайде могло быть различным. Это могло быть 60, 64, 80 и даже 100. В общем-то, в 100 «акров» это примерно 40,5 гектаров. Но сейчас площадь «акра» оценивается как 4050 квадратных метров. Кроме того, в Англии средневековой применялась такая мера, как «фурлонг». «Фурлонг» это длина вспаханной борозды. «Фурлонг» был равен 20 ярдов. «Ярд» это очень известная английская мера длины. Она равняется примерно 91,5 см. И считается, что эталонную длину ярда в свое время установил в 1101 году король английский Генрих I, который использовал в качестве эталона то ли длину своей руки, то ли длину своего королевского скипетра. Одно из двух. Но так или иначе, вот это было что-то чуть-чуть больше 90 см. Во Франции очень распространенной мерой в средние века был туаз. Это 1,9 метра. И вот о высоком человеке говорили длинный, как туаз. Парижский туаз был равен 6 футам по 12 дюймов в каждом. Ну и, соответственно, я уже упоминал о такой единице, как лье. Помните роман Джуливерна «80 000 лье под водой». А теперь более подробно о футах, ярдах, инчах, дюймах и так далее. Дело в том, что фут – это, по-английски, собственно говоря, нога. Это длина стопы взрослого человека. Ну, взрослый человек тоже может быть очень высоким, не очень высоким. Нога у него может быть больше, меньше. Но берется такие усредненные величины и, в принципе, как классический английский фут, считается расстояние в 30,48 см. То есть примерно 30,5 см. Дело в том, что были футы и в других странах. Был известен греческий фут, кельтский, римский и так далее. Итак, смотрите, если английский фут примерно 30,5 см, то греческий – 31,6 см. Был кельтский фут – 33,5 см. Римский – 29,6 см. Самый короткий, пожалуй, был германский фут – 28,3 см. И, соответственно, ярд – это мера длины равная 3 футам. То есть в одном ярде 3 фута. Соответственно, 30,48 умножаем на 3 и получаем 91,44 см. То есть 91,5 см. Кроме фута есть еще мера веса, очень похожая по звучанию – фунт. Фунт – это 0,453 кг. То есть чуть меньше полукилограмма. И, соответственно, на Западе часто используют именно в качестве мера веса фунт. Так вот происходит во многих странах англосаксонского мира. Ну и, наконец, маленькая величина – 1,32 фута – это дюйм или инч. Соответственно, я как-то уже упоминал в одной из лекций, что дюймовочка была, оказывается, очень маленького такого роста. Потому что в одном инче или в одном дюйме всего 2,54 см. То есть 2,5 см. Вот такое расстояние примерно. И вот таковой была дюймовочка из сказки. В древнем мире, в античном мире очень постаненным понятием была римская миля. Римская миля – это тысяча двойных шагов римского легионера во время похода. То есть идет отряд. И вот тысяча двойных шагов легионера – это римская миля. Очень популярная единица измерения в Древнем Риме. Также в Европе в средние века использовалось понятие «ас» как «целое», которое было равно 12 унциям. И также «пес» – стопа или фут – это 29,57 см. Соответственно, 5 футов были равны пассусу или двойному шагу, или примерно полутора милям. Если говорить о милях применительно к современной действительности, то она во многих сферах вытеснена уже километрами. То есть метрическая система, которая была введена уже достаточно давно и довольно распространена в мире, подавляющее большинство стран используют метрическую систему. Но сохранились мили морские, авиамили и вот в этом плане до сих пор. Здесь расстояние по-прежнему измеряется в милях. Итак, что касается миль. Есть сухопутная миля, морская и авиационная. Сухопутная миля – это 1,609 км. То есть чуть больше полутора километров. А вот морская и авиационные мили равны друг другу и равны 1,852 км. То есть это уже гораздо ближе к 2 км. А 1,852 км. Надо сказать, что если мы будем говорить о различных мерах длины, используемых в разных сферах, то вот я уже упомянул морскую милю, а есть другие морские термины очень распространенные. Если вы видели хоть какой-либо фильм, связанный с морем, то, наверное, вы слышали такие выражения, как, допустим, расстояние до берега – столько-то кабельтов. Или, допустим, скорость нашего корабля – столько-то узлов. Вот два термина. Сейчас я вас с ними ознакомлю. Итак, в кабельтовых выражается на море дистанция между кораблями, расстояние до берега и так далее. И есть несколько видов кабельтовых, но главный, конечно же, основной – это международный кабельтов. Это одна десятая морской мили. То есть, соответственно, 185,2 метра. То есть чуть больше 185 метров – это один кабельтов. Ну и когда говорится, что скорость корабля – столько-то узлов в час, узел – это одна морская миля в час. То есть, если корабль движется неспешно, то вот он за один час может пройти одну морскую милю, это будет один узел. Но обычно корабль движется с 8, 10, 15 узлов и так далее. Итак, узел – это одна морская миля в час. Таким образом, мы фактически заканчиваем разговор о различных мерах прошлого. И на следующей уже лекции уже поговорим о переходе к метрической системе и о ее внедрении в международном мировом масштабе. Сегодня вы узнали много новых терминов – гайда, виргата, бавата, курлонг, фут, дюйм, инч, римская миля, сухопутная миля, морская, авиационная, фунт, опять же, так сказать, кабельтов, узел. Я думаю, что эта лекция, она несколько расширила ваши такие представления и ваш кругозор, скажем, в том числе исторический, профессиональный. Ну и несколько вопросов, пять обычных вопросов для закрепления в конце данной лекции. Первый. Когда возникла метрология в качестве самостоятельной научной дисциплины? Ну, в каком веке или в каком году примерно? Второй вопрос. Издание какого сочинения «Агриколы» положило начало исторической метрологии? Третий вопрос. Кто из английских королей и когда, по легенде, да, установил длину ярда? Что использовалось в качестве образца? Четвертый вопрос. Чем сухопутная миля отличается от морской или авиамиля? Ну и последний пятый вопрос. Чему равен один дюйм или один инч? То есть, какова была величина высота дюймовочки из сказки? Благодарю за внимание.